Наверное, каждый мальчишка бы хотел полететь в космос, я не исключение. Я бы хотел постречаться с великими космонавтами, но это не случится. Но Юрий Гагарин прилетал в страну Якара, где я живу. Сразу после первого полета в космос Юрия Гагарина пригласили в более чем 80 стран мира. Начиналась миссия мира «Вторая орбита известного человека». И в этом путешествии он посетил Грецию. 12 февраля 1962 года великий космонавт прибыл в Грецию. Его встречали с огромными почтями. На одном из приемов даже присутствовало около 3000 человек. И каждый, кто подходил к нему, пожимал руку легендарному космонавту. Сначала в Афинах 100 тысяч жителей столицы Трицы собрались на площади города, когда Гагарину вручали с диплом почетного гражданина города Афина. В Никосии на Кипре машину Гагарина сопровождали на мотоциклах и мотороллерах. Под звуки гимна СССР в ночное небо запустили символ мира белых голубей. 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин – герой, покоривший галактику. Греция чтит памяти самого известного человека в истории освоения космического пространства. В 2016 году в рамках первого перекрестного года России и Греции на острове Крит был установлен бюст первому космонавту к 55-летию полета Гагарина в космос. С участием в торжественном открытии российских космонавтов Олега Скрипочки и Алексея Овчинина. А в 2019 году в рамках празднования 85-летия со дня рождения Гагарина в городе Ерак-Леон на Крите был открыт парк, названный в честь первого покорившего космос человека. На торжественной встрече присутствовали российские космонавты Федор Юрчихин, Антон Шкотлеров, Олег Артемеев, Сергей Прокофьев и Михаил Потапов. Теперь в Греции есть аллея космонавтов. И земля с малой родиной Юрия Гагарина, Смоленской области, Еребене Кулушино. В парке есть аллея, на которой космонавты со всего мира могут посадить оливковое дерево, символ Греции, мира и сотрудничества. Каждое оливковое дерево с памятной доской и QR-кодом и свидетельством о космонавте, который его посадил. Юрий Гагарин сказал «Поехали!» Эта фраза стала символом новой эпохи в развитии человечества. Когда стартовал первый космический корабль «Восток-1»? Сегодня мы помним, мечтаем и поем. Он сказал «Поехали!» и взмахнул рукой. Словно вдоль по Питерской. Пронесся над землей.